Семен Слепаков один из самых успешных профессионалов в индустрии юмора. Сейчас он в качестве продюсера и сценариста выпускает свой очередной проект «Домашний арест». По некоторым данным 38-летний Семен – самый богатый юморист страны, его доходы оцениваются в 3-5 миллиона долларов. И уж совершенно точно Слепакова обожают миллионы, цитируют его стихи и пересматривают ролики с его выступлениями в Ютуб, но богатые, как известно, тоже плачут. Семен неожиданно признался, что у него ТСНМ проблемы с самооценкой, и он обратился за помощью к профессиональному психологу. Пойти к психологу, по словам Слепакова, ему рекомендовала жена Карина, ее все устраивало, просто в какой-то момент она запуталась в моих рассказах, а я ей все рассказываю, и сказала, что мне нужен кто-то, кто лучше во всем этом разбирается. Я думаю, она просто устала меня слушать. Невозможно же терпеть, когда муха над ухом летает постоянно. Есть люди, которые за это берут деньги, и они не могут от тебя отмахнуться. Слепаков женился в сентябре 2012 года на юристе по имени Карина. Семен не особо афиширует свою личную жизнь. Он редко говорит о супруге, но сейчас есть повод, ведь она вместе с ним работала над новым проектом домашний арест. Я хотел, чтобы она поняла, где я бываю, когда меня нет дома. Мне кажется, она меня в чем-то подозревала, что я там где-то прохлаждаюсь, что веду богемный образ жизни. Но когда она к нам пришла, то увидела, как я с вытаращенными глазами бегаю по съемочной площадке, как я ору 12 часов подряд. Жена посмотрела и говорит «Мне теперь все понятно». В общем, это было для того, чтобы стать еще ближе друг к другу. Поделился Слепаков. Семен Слепаков учился на факультете французского языка в Пятигорском университете. Параллельно долго, настойчиво штурмовал высшую лигу КВН. Победа команды сборная Пятигорска, капитаном которой был Семен, в 2004 году позволила ему начать карьеру в шоу-бизнесе. Он прославился как автор по-настоящему смешных и порой хулиганских стишков и песен в рамках проекта Comedy Club. Кроме того, Семен активно занимается продюсированием «Наша Раша», «Универ», «Интерны», «Сошатаня», «Озабоченные» или «Любовь зла». Вот проекты и фильмы, в которых Слепаков участвовал как продюсер и сценарист. Кто-то двигается с помощью того, что он говорит себе, какой он замечательный, кто-то, наоборот, за счет самобичевания. У меня как-то когтейль из этого. Когда что-то получается, я говорю, молодец, Семен, признался Слепаков Оука и Магазин. Клэс Поуст 485 155 подписчиков.